здравствуйте мои хорошие мои любимые зрители с вами школа сходили и я вика и мы сегодня с вами сочем прям такую скоростную быструю сумочку ой где-то я детальку потеряла значит основная деталь основная деталь у нас 70 сантиметров длина остаток фишела у меня 70 сантиметров ширина 30 длина 70 разделена на пополам то есть вот это вся выкройка нашей сумки это будет очень быстро такая сумка торговый потом квадрат 25 на 25 сантиметров вход в карман у нас 20 сантиметров на полтора где-то сантиметр полтора вот молния 20 сантиметров и обтачка 3 сантиметра где-то на 22 сантиметра сантиметра так далее что я буду делать вот она основа нашей сумки на задней стенке будет корма молния на застежку она у меня длинная если у вас есть 30 сантиметров достаточно 30 сантиметров я буду укорачивать молния что я еще сделала девчонки из остатков как я говорила из остатков софтшелла сделаю вот такие вот вырезала я цветочки это может быть фетр не обязательно софтшелл и вот произвольно я их так разложу и сделаю такую на сумейке аппликацию вот эти цвета как как мне понравится вот розовый уже сюда не подходит желтый как-то поменять в общем так как-то разложу можно возможно не все используют ну вот такая вот аппликация у меня будет на сумочке про это все абсолютно произвольно цветы тоже нарисовала от фонаря честно есть вот такой вот жгут как как он как бы как для ремня этот пояс два метра у меня длина вот такая вот железка на ширину этого и две вот такие железочки для крепления все все мои детали сейчас мы будем шить прям быстро быстро мы это все делаем без подкладки без обмотывания у нас не обязательно обмотывать он себя прекрасно ведет поэтому сейчас мы будем шить быстрее так первое что я делаю я делаю карман для этого молния обтачка кармана и мешковина первое что мы делаем мы отошьем наше окошко для кармана значит нам нужно подложить лицевой стороны где наш карман можно его разметить с этой стороны я просто так вот попытаюсь подложить вот и по нашему размеченному я прощупываю можно наметать я открачиваю вот этот вот эту рамочку под кармашек так готово не должны не дорезаем до конца сантиметр и в уголки подрезаем в уголки так в итоге у нас получается вот смотрите вот такая вот рамка обработанная теперь мы берем молнию сшиваем вот эти вот как бы как бы концы свободные чтобы нам было удобнее подкладываем молнию сюда снизу в нашу рамку и обшиваем по периметру закладывая нашу молнию вот она у нас здесь вот находится вот нашу рамочку мы вшили молнию вот с изнаночной стороны этот хвост можно обрезать он не нужен так закрываем нашу молнию берем подкладку на наш карман убираем вот такие нитки здесь прикладываем в нее чтобы молния видите была где-то здесь переворачиваем на лицевую сторону и просто обшиваем по периметру эту подкладку обшили мы такой квадрат карман у нас готов вот он у нас открывается и все у нас отлично функциональных красивый карман теперь на второй половине вот смотрите примерно пять сантиметров от этой средины я начну выкладывать не буду закладывать эти края верх оставлю открытым и начну делать свою аппликацию просто обшиваю по контуру свои цветочки в произвольном в виде их раскладываю как мне нравятся цвета и все и пришиваю ну вот мои хорошие делала я выкройку уже конечно неделя прошла потому как вечером я хотела снимать чтобы видно вам было теперь что я делаю дальше беру молнию и пришиваю на вот эти две части вверх то есть на верхней части на лицевую сторону лицевую сторону молнии прикладываю и пришиваю вот эту лишнюю я потом обрезаю то что лишнее теперь с этой стороны вот так вот совмещаю и пришиваю эту молнию и пришиваю я делаю вот это я отрезаю не нужно мне вот это взять вот здесь вот мне нужно проложить отделочную крючку и шить боковые швы вот в принципе не нужно шить отверху, можно отступить только чтобы лапка у вас вошла туда, встала и встала на боковые швы с обеих сторон вот здесь вот молнику немножечко приоткрываем потому как потом, чтобы мы могли вывернуть эту сумочку сошьем, нам тяжело будет туда забегать так, далее углы раскладываем смотрите вот так вот хорошенечко выравниваем угол и отшиваем его и срезаем лишнее оно нам не нужно второй угол делаем то же самое срезаем уголочек вот такая вот заготовка теперь нам осталось наши суши подготовить берем наш жгут который у нас цельнокроенный как бы вот нам нужно берем железку туда вот так вот пришить берем примерно 10-12 см отрезаем вот такие полосочки пришиваем нашу железную железку вот так вот продеваем пришиваем и вторую так и вторую теперь на одну мы пришиваем вот эту нашу ручку просто пришиваем вот здесь вот надо запаять зажигалочка я потом все это дело обработаю делаем зажигалкой вот эти потрепанные края так одна сторона у нас готова вторую мы берем продеваем нашу железку продеваем продеваем сюда во вторую нашу железку и продеваем здесь сейчас мы чуть-чуть упростим себе задачу я наверно по-ебрецки как-то продела можно было это сделать проще но я упакла в среднюю вот эту железочку я продеваю и тут зафиксирую просто строчкой то есть вот это вот так так лямка наша подготовлена готова вот если девчонки можно же купить вот эту лямку разных цветов по лодочку вообще будет круто под вышивку будет очень классно смотреть то есть вот таким вот образом мы эту лямку будем потом регулировать как нам нужна длина теперь что мы делаем теперь нам нужно эти лямки вот вшить сюда смотрим так чтобы вот это было у нас на верху вот здесь вот у нас этот уголок мы отшиваем точно так же как внизу но сейчас я даже подождите я сейчас немного отрежу вот мой уголок я его отрежу чтобы у нас чтобы я могла туда продеть вот эту мою шлевочку вот так вот видите отверстие и пришиваю и пришиваю аккуратненько чтобы не сломать игру вот видите отлично теперь вторую сторону вот вторую сторону точно так же и выше теперь я эту немного закрою уголок срежу и проделать туда мою шлевочку вот теперь аккуратно смотрим что она у нас не перекрутилась продеваем ее туда и пришиваем Вот так вот. Видите? Так, теперь выворачиваем благополучно. И все, сумка у нас готова. Это можно из джинсы сделать, девчонки. Из остатков тканюшки, в которой, допустим, пальтишко вышили. Тоже будет классно из такого сукна-полотна сделать такую сумочку. Вот такая вот простая сумка, чтобы выходить на работу. Мне, когда я иду в ночную, я не беру ни телефон, ничего. И вот такую сумку я себе повешу через плечо и пойду на работу. Размер вы тоже можете сделать произвольный. На ваше усмотрение можете больше, можете меньше. Вот эту лямку вы можете тоже узенькую, широкую. Можете ее сшить из ткани. Это уже на вашу упор. Сам принцип я рассказала, самый простой. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока.